Есть такое понятие гнев, и гнев возникает в ответ на неподчинение. Возникает сразу вопрос, имеет ли право лидер на гнев? Вообще, как вы думаете, лидер на гнев имеет право или нет? Хорошо, тогда давайте варианты изучим. Одни считали, что не имеет, другие считают, что имеет. У меня тогда вопрос, а варианты? Вот если лидер не гневается, то что ему тогда делать? Мы говорим практически сейчас. Вот человек увидел ситуацию, она очень тяжелая для его психики. То есть ему надо, у него возникает гнев. Что ему нужно делать? Грушу побить. О, это хорошо. Но понимаете, в этот момент, когда возникает гнев, груши нет. Есть, есть. Не груша, а человек, на которого гнев возник. Это же вопрос контроля чувства. Чувства, они как змеи, кусают психику человека и не дают ему возможности управлять собой. То есть это страшная сила. Если говорить о самоконтроле, то гнев — это самая неуправляемая вещь вообще, просто которая существует в жизни. И невозможно остановить, когда лавина гнева выходит из психики. Это страшная штука. Имеет право лидер на гнев или нет? Лучше не надо. Вот это правильно, да. Лучше не надо, но если есть варианты... Какие варианты у лидера? Югой заниматься. Это мы будем об этом говорить сейчас, да. Но смотрите, то есть идея в чём заключается? В том, что по факту гнев — это результат бессилия. Гнев — это что такое? Это то, что я не могу справиться с ситуацией. Это значит, что у меня нет силы. Какое самое лёгкое влияние на людей? Вот как легче всего влиять на людей? С помощью чего? С помощью любви легче всего. Самый простой способ любить какой? Служить, да. То есть, смотрите, это означает то, что надо делать каждый день. То есть, понимаете, если мы не служим, и мы не любим. Если мы не любим, значит, нет влияния. Если нет влияния, значит, тогда начинается неподчинение. И если начинается неподчинение, это приводит к тому, что надо совершать насилие. Или нет? Вот человек не подчиняется, что надо делать? Наказать с любовью. Наказать с любовью – это самый лучший вариант. Если можешь. А если не можешь, что тогда? Посмотрите, у лидеров всегда есть вопрос. Или наказать, как можешь, лучше с любовью. А иногда бывает нет любви. Иногда такой человек делает, что отваливается всё в психике. Не то, что там любовь, и вообще ничего не остаётся. Есть два варианта. Или я отпускаю ситуацию, или я на неё влияю. Отпускать ситуацию – это вариант? А? Нет, нет. Для кого вариант – поднимите руку? И как вы дальше будете делать? Вот вы и отпустили. Мне интересна просто ваша логика. Вот отпустили, человек начал вести себя бесконтрольно. Опоказывай. Это факт. Вот вы сейчас просто говорите о методе воздействия. То есть вы правы. Сначала нужно успокоиться. Но мы говорим о том, влиять на этого человека или нет. Вы отпускаете этого человека, или вы его ставите на место? В этом вопросе. Это вы правы. Но мы сейчас вот с мужчиной разговариваем. Это зависит от того, этот человек мне интересен или нет. Больнейшийся. Так. Но если он, допустим, интересен и живёт своей жизнью в коллективе, по-своему действует, что вы будете делать? Когда я успокоюсь уже, я смогу ему свои мысли уже беспокойно объяснить. Это называется влияние. То, что вы говорите, это называется влияние. Только есть разные методы влияния. Вы сейчас описали самый лучший метод влияния. Я сначала отпускаю ситуацию, но я не отпускаю ситуацию совсем. Я её сейчас отпускаю. Это очень правильное решение. Если я могу её сейчас отпустить, я её сейчас отпускаю. Я её сейчас отпускаю, успокаиваюсь, начинаю с ним. Самый лучший способ влиять – это влиять медленно. Вот это запомните, как бы самый лучший способ влиять – это влиять медленно. Медленно означает так, чтобы никому не было обидно и больно. То есть всегда, когда есть власть, означает борьба всегда. Это всегда борьба. Никогда не бывает, чтобы власти совсем все с властью согласились. Такого не бывает. Всегда это борьба. Кто-то будет против. Как влиять на этого человека? Медленно. Медленно означает убеждать, объяснять, пытаться законами его принудить подчиняться. Какими-то способами. Но если в результате медленного влияния идёт движение наоборот, то есть вы медленно влияете, объясняете, убеждаете и видите дальше, что это не помогает. То есть сама система очень сильно влияющая. Это не просто там слабенькое какое-то влияние, а идёт сильное какое-то действие, направленное против вашей воли. Что дальше делать? Если это человек ценный для дела, то посмотрите, какие факторы ему не дают принять точку зрения моего. Видите, то есть он говорит о медленном влиянии, продолжении медленного влияния. Правильно. Но мы говорим уже, что всё уже. То есть уже всё понятно, что человек будет дальше действовать по своей системе, не по вашей. Что дальше? Ваши два пути. Или вы с его системой строились, или вы с ним где расходились? Нет, вы ошибаетесь. Только один путь. Только один. Иначе вы не лидер. Но всё, что вы до этого говорили, это очень здорово. Но последняя фраза неправильная. Лидер означает власть. Попытайтесь это понять, что если вы подстраивались под его систему, всё разрушится у вас. Всё, что у вас есть, всё разрушится. Потому что система бывает только одна. Это вы. Потому что тот человек, который взял на себя ответственность, он и является системой. Все остальные могут или принять эту систему, или её разрушить. Только два варианта. Поэтому борьба за власть – это актуальная вещь. Вопрос, как её строить. И в этой связи следует знать, что гнев – это лучше, чем поражение. Лидер имеет право на гнев, но гнев – это не самый лучший выход. Это означает, что я убегаю, но кидаю гранату. Я не сдаюсь. Погибаем, но не сдаюсь. Потому что гнев – это неуправляемая система. Это уже то, что сейчас девушка сказала. Потому что гнев что делает? Он разрушает отношения, прежде всего, с теми, кто в тебя верит. Вот у неё есть старшие, она в них верит, и поэтому она сейчас пожаловалась. Она говорит, Олег Геннадьевич, что мне делать с этими старшими, которые сейчас всех разрушают? Я как бы хочу с ними работать, но я не могу. Я против такого вообще насилия, подхода. Там, где есть управление, там будет кровь. Но кровопускания бывают разные. А бывает вообще, можно без кровопускания обойтись. Но придётся тебе свою кровь тогда тратить. То, что вы объясняли, терпеть, успокоиться – это тратить свою кровь, свои силы. То есть не его кровь вы тратите, а свою. Потому что что такое управление? Управление – это вопрос, кто психически сильнее. Вот в чём вопрос заключается. Кто психически сильнее? Если уж говорить о самом классном способе управлять, то самый классный способ управлять – это управлять с помощью молитвы. Если ты просто с утра молишься и думаешь о Боге, и настраиваешься, думаешь о всём, что тебе подчинено, и пытаешься психически с помощью святости, с помощью наставника, там, святой иконы какой-то и так далее, молитвы победить это всё, вот эту вот всю систему, победить в своём сердце всё это пытаешься с помощью духовной силы, то тогда это всё побеждается. То есть победа, она… Видите, вот почему человек успокоился, подошёл, всё объяснил. Почему он смог объяснить? Потому что его спокойствие дало ему больше силы, чем у того человека, который его вывел из спокойствия. Понимаете, вопрос власти – это вопрос, кто сильнее. И самая большая сила – это духовная сила. Это называется преддействие. В ведах это называется преддействие. Преддействие – это самый лучший способ действовать вообще. Когда человек совершил действие, вы говорите – успокоиться. Иногда бывает такая глыба давит, что просто не успокоишься, нужно что-то ещё. Некоторые люди применяют там, они бегают, начинают аскезы совершать. Кто-то голодает, начал распаститься, успокоился от поста. Другой в прорубь залез, так успокоился от проруби. Третий начал просто, допустим, стоит, не двигается там на службе духовной. То есть есть разные способы победить ситуацию с помощью внутренней силы. Но почему вы успокаиваетесь? Потому что вы стали сильнее того, кто вас вывел из равновесия. А сила ему даёт его аскеза. Что такое аскеза? Это то, что даёт силу, кто сильнее. Кто такой лидер? Тот, кто больше аскез совершал. Но есть ещё большая сила, чем аскеза. Это уже духовная сила, сила, связанная с энергией любви. Когда ты со святостью связываешься, тогда ты пробиваешь все заслоны, все сердца раскрываются, всё решается без войны. Но то, о чём я сейчас говорю, многие вообще даже не понимают, о чём речь. Потому что это преддействие, это вообще большая тайна. Мало людей вообще понимают, как можно побеждать без войны. Просто с помощью молитвы и внутренней силы. Когда человек такую силу имеет, то никто даже не посмеет против него восстать в его коллективе, в своём сознании. У него такая сила, что никто не имеет такой внутренней возможности, потому что с ним всем хорошо, с этим человеком. Все чувствуют с ним себя нормально. Они чувствуют, что не буду воевать с этим человеком, не буду с ним. Даже если есть склонность к бунту у человека в природе. Видите, самый простой способ решать вопросы — это победа над судьбой раньше, чем начался процесс. Ты во время молитвы уже почувствуешь проблему. Она выйдет в сердце уже, ты её побеждаешь, а потом, когда приходит ситуация, ты уже её победил. Я приводил на лекции, например, с боксёром, который победил ринг раньше, чем он начался, с помощью своей внутренней работы. Ага, понятно. Отключайте все свои мобильные телефоны. Время лекции. Чтобы не мешали. Итак, самый лучший способ влияния — это преддействие, которое направлено на святость. То есть оно даёт силу, вот эту силу внутреннее ощущение победы, веры, что всё будет хорошо. И тогда ты это смело можешь общаться с этим человеком, который препятствует твоему влиянию. Если это невозможно, тогда, ну, то есть, если вот это не получилось, как-то не сработало, нет у тебя вот этой энергии любви, нет у тебя к человеку любви, тогда аскеза, терпение. Аскеза, значит, она вырабатывает терпение. Тогда человек должен что-то сделать, чтобы у него было терпение. Должен быть какой-то способ. Когда терпение не срабатывает, тогда хитрость. У меня есть был один, как бы, ну, это такой уже крайний вариант, избежать гнева. У меня был один знакомый, он рассказывал, что он способен был сдерживать гнев на начальника всегда. И когда начальник на него гневался, он засовывал руку в карман и в кармане делал фигу. Вот так вот. И фигу ему показывал, концентрировался на фиге со всей силы. Но внешне как бы кивал головой. Он помогал, знаете, чувствовал себя комфортно в этой ситуации. Гнев – это насилие всегда. Насилие означает разруха. То есть очень трудно слушать, когда тебя оскорбляют и хочется плюнуть на все, уйти. Но вот он с помощью такой мудрой, это называется, мудрая – это комбинация пальцев, которая дает особую силу психическую. Он мудрый. Указательный пальцем означает влияние, моя мысль, мое понимание. А большое означает «я». Я как бы прячусь за свое понимание. Фига получается. Спрятался. Меня никто не сможет тронуть. Я спрятался. Это мудрый. Но это так, я вам в шутку обговорю, что такие тоже вещи бывают. А вообще влияние означает аскеза. Или лучше – любовь. А если нет, тогда придется совершать насилие. Крайний случай – это насилие. Когда ты не справляешься, значит, надо отрезать. Хирургические методы для управления – это методы необходимые. Иногда придется отрезать. Если человек, в принципе, не хочет отрезать никого и не будет, значит, он не управляющий, не лидер, не руководитель. Ну, лидер, но другого плана. Не руководитель он по природе. Потому что санскритский корень слова «руководитель» или «лидер» такого плана – это «кшат». Корень «кшат» переводится «насилие». «Кшат» означает «насилие». То есть, если ты теряешь власть, значит, ты теряешь возможность влиять. Нужно сохранить власть любой ценой. Лучше всего с помощью любви. На втором месте стоит терпение. На третьем – насилие. Терпение – это когда у тебя не хватает любви. Ты не смог духовность, не такой сильный человек. Терпение с помощью аскеза развивается. Каждый руководитель должен иметь аскезу какую-то внутреннюю. Он должен какие-то аскезы совершать, чтобы терпеть ситуацию. Если он не терпит, постоянно кричит на коллектив, значит, он разрушает свое влияние. И такому лидеру надо уволить всех вообще. В том числе и себя. В конечном счете. Потому что ему все будут мешать. Если у него совсем нет терпения, значит, тогда он не лидер, не руководитель.